На часах ровно 7. А это значит, что с первыми лучами теплого летнего солнца наступило утро нового дня. И с вами его встречает Артем Андроновский. Александр Карнович, доброе утро. Я надеюсь, что это утро 30 июля, вторник будет по-особенному доброе, хорошее и, главное, продуктивное, потому что почти разгар рабочей недели. Конечно, тем более посмотри, где мы находимся. Настоящая панорама, смотровая площадка, потому что утро нового дня. Как всегда, берет новый, более высокий уровень. Да, и если еще недавно мы выходили около пляжа в прямые эфиры в Черноморском районе, то сейчас это крыша жилого комплекса «Альфа». Мы находимся на 16 этаже. И здесь отсюда видно практически весь город. Но, по крайней мере, мы же еще можем пока сказать, что большинство горожан спит, находится в своих теплых постелях, либо готовится к продуктивному рабочему дню, потому что автомобилей немного, тишина. Пока не слышим бой, сирены, как вчера. Да, это пока что. Но, а те, кто уже проснулся, давайте внимательно смотрим и слушаем. Будем просыпаться все вместе, постараемся держать вас в тонусе, бодрыми, ну а самое главное, поговорим о чем-нибудь интересненьком. Например, о новостях. Ну, то есть, Артем, ты знаешь, что вырастить корову и, во-первых, заготовить корм для нее задача непростая. Ох, совсем непростая. Но еще более непростая задача – это реализовать мясо на рынке. И она знакома многим фермерам, потому что с ней обычно, чаще всего, они и сталкиваются. И в Джанкойском районе небольшие хозяйства решили объединить усилия для продвижения продукта с поля до прилавка. В чем польза такой кооперации, выясняла Евгения Довжик. Виктор Байчук пасет коров на протяжении трех лет. В работу втянулся, нашел с животными общий язык. Такого сложного у меня еще нет. У меня же 500 старых, до 300 телят, может, чуть больше. И телок, может, штук 200. Ну, так привыкал потихоньку. Ну, привык. И если для Виктора это все же работа, то для Михаила дело всей жизни. Первых мясных коров фермер завез на полуостров еще шесть лет назад с Украины. Знает все породы буренок, но мечтал об одной. Приобретены на тот момент вьюжные мясные породы в Асканийский тип, в Асканино, в Херцгольской области. Потому что тогда на Украине не было гелефурдского скота, кстати, племенного. И уже с приходом Российской Федерации, уже в 2015 году, уже появилась возможность перейти на гелефурдскую породу. В отличие от молочных коров, эти животные не подпускают к себе чужаков и к людям привыкают постепенно. Гелефурды выносливые животные, приспособленные к любым природным условиям. Они легко переносят длительную перегонку и ценятся во всем мире в первую очередь, потому что из мяса этой породы готовят самые вкусные мраморные стейки. Стадо Михаила увеличилось до 700 голов, но реализовать готовую продукцию – это совершенно другой уровень. Поэтому фермеры объединились в кооператив. В его составе сегодня 12 хозяйств. Общими усилиями смогли сформировать собственную кормовую базу. Есть вся техника необходимая для заготовки кормов. В том числе и сенаж в обаковке. Мы, по-моему, единственные в Крыму, кто использует именно эту технологию. Специальный скоростной обмотчик, стреч-пленка, то есть высокобелковый корм, люцерновый сенаж, хранится с 98% сохранности. Сейчас кооператив участвует в проекте на получение грантовой поддержки для дальнейшего развития производства мраморной говядины. Плюсы такого фермерского сотрудничества оценивают и местные власти. Это, конечно, дополнительные рабочие места, потому что будет кооперация, ну, наши крымские кооперативы настроены на закрытый цикл производства продукции. Поэтому это планируется создание как и убойного цеха, переработки продукции и, конечно же, торговые места, так называемые фермерно-инстационарные торговые объекты. Инициативу развития кооперации поддержал и глава республики Сергей Аксенов во время встречи с фермерами Дженкойского района. По его мнению, такой проект нужно взять за основу и распространить по всей территории Крыма. Евгений Адовжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Джанкойский район. Насколько мне известно, интересным образом ситуация сложилась и на рынке экзотических деликатесов. Расскажи, что там с устрицами. Ну, во-первых, на полуострове увеличилось производство и потребление устриц. И, между прочим, за первые полугодия 2019 года удалось произвести большее количество устриц, чем за весь год 2018. Ну и не отстают по спросу и местные медиа. О том, как на полуострове развивается аквакультура и в каких условиях выращивают крымские деликатесы, расскажет Анастасия Соснина. Михаил Фальковский работает водолазом на медийно-устричной ферме в бухте Ласпи. Для него морские моллюски – это большая семья, состояние и здоровье которой он проверяет каждый день, погружаясь в море. Я только что проверил устрицы. Устрицы находятся в отличном состоянии. Растут, питаются. На этой линии находится порядка 25 садков вот таких вот с устрицами. Всего в бухте Ласпи предприятие имеет пять таких линий. В каждом садке около ста моллюсков. Для того, чтобы вырасти их до нужных размеров, необходимо 3-4 года. Выращивают здесь и медии. За ними тоже нужен глаз да глаз. Вот 2,5 метра она идет вниз. Осмотр моллюсков производят не только в море, но и на суше. Детенышами устриц являются вот такие спаты. Каждые 2-3 месяца их достают с моря и проверяют, отбирая среди них мертвые. Сейчас им полгода. После помещают в специальные сети и погружают на глубину 8 метров. Ежедневно предприятие добывает от 50 до 100 килограммов морепродуктов. После чего устрицы и медий проходят ветеринарную проверку. Ставим устрицы в аквариум с ультрафиолетом, чтобы они очищались от всех грязных веществ. Здесь оно находится 2 сутки. 12 часов минимум находится при температуре плюс 4 градуса. После на сутки помещают в холодильник для доставки в специальные термоящики. Для производства на полуострове Мидии завозить не надо, а вот с устрицами ситуация иная. Мы завозим французский спад диплоидный и триплоидный. Отличие в нем в том, что диплоид это устрица, которая имеет способность нереститься, то есть развиваться. Триплоид это устрица, которая не нерестится, зато ее можно кушать круглый год. А в Крыму в летний сезон очень много потребляется и медий устрицы. Все остальное время мы работаем на континент. Крымские деликатесы пользуются спросом не только на местном рынке, но и в соседних регионах на юге России, в столице и Санкт-Петербурге. Стоимость одной устрицы в зависимости от размеров составляет от 70 до 150 рублей, а килограмм Мидии – 170. Гурманы утверждают, что крымская устрица по своему вкусу нежнее из-за низкой солености в море. Но, как говорится, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Действительно очень вкусная. Но, несмотря на изысканное качество, производство и спрос, предприниматели аквакультуры сталкиваются с трудностями, преодолеть которые помогают госпрограммы. У нас предусмотрены меры государственной поддержки порядка 5 миллионов на этот год. Мы компенсируем понесенные затраты до 50%. Например, на покупку кормов, компенсация 50% на оборудование, на малек. Благодаря господдержке предприниматели намерены и дальше увеличивать объемы производства, а также поставку на рынок не только живых моллюсков, но и мясо мидий в упаковке. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Артем, а если подумать о том, что лето – идеальное время года для того, чтобы как раз-таки первый раз попробовать эти устрицы, либо наслаждаться мидиями, потому что устрицы любят далеко не все. И все это лучше всего делать в Крыму, на Крымском побережье, может быть, даже на Южном побережье. Просто картина невероятно красивая. Главное – дожить до выходных. Ну, доработать, конечно. Но, знаешь, я хочу в свою очередь сказать, что вообще лето в Крыму универсальное для любого опыта, для любых экспериментов. И главное – не бояться, брать себя в руки и выезжать, возможно, заниматься чем-нибудь экстремальным, кстати, что мы в свое время попробовали, а, возможно, просто на хорошую прогулку. Знаешь, пройтись по лесу, может быть, в горы сходить? Ну, в любом случае, можно и в горы, а можно на пляж. Главное – знать, что с собой брать и быть готовым к любым капризам природы. Ну, а в этом мы вам поможем прямо сейчас. Музыка. 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 Редактор субтитров А.Семкин В общем, что хочу сказать. На самом деле утро, конечно, не без важных и полезных, но в какой-то мере грустных новостей, потому что в Крыму за это лето зарегистрировано более 20 случаев заболевания боррелиозом, который переносит клещи, соответственно. Ну, насколько я знаю, это при том, что меньше случаев обращения по поводу укуса клещей было в этом году. Да, знаешь, и это, тем не менее, тоже интересный вопрос, потому что сразу задумываешься, а это люди просто перестали жаловаться и приходить, знаешь, их укусили, и ладно, плоскогубцами или чем-то, пинцетом достану. Я знаю, что я снимала сюжет, я спрашивала у людей, но тоже блицопрос некоторый проводила, у людей спрашивала, как вы пытаетесь вытащить клеща, если вдруг уже так оказалось, что он вас укусил. И оказывается, что чаще всего с помощью нитки, как это я пока сама не представляю, но тем не менее, думаю, что это достаточно распространенный метод в народе. Но я хочу сказать точнее, что все-таки лучше обращаться к сотрудникам специальных служб, потому что клеща нужно как минимум проверить, убедиться, что он безопасный и простой себе зловредный клещ. И, кстати, где их вообще подхватывают, ты знаешь, представляешь? Ну, я так понимаю, что они присасываются к человеку, скорее всего, в парках, во время прогулки с собаками, может быть, леса, ну, вот такая вот местность, когда есть рядом трава высокая, и они... Совершенно верно, да, существует миф, что они прыгают с деревьев, знаешь, как настоящие парашютисты-десантники, но, да, самую большую опасность представляет именно высокая трава. Кажется, ты сейчас с опаской будешь выходить с этой площадки, потому что сравнил парашютистов-десантников с клещами, тебе не кажется? Нет, наоборот, все было совершенно наоборот, но это, впрочем, уже совсем другая история. А что касается историй, интересных, показанных на сцене театра, возможно, а возможно в кино, прямо сейчас поделимся с вами списком, куда можно сходить и что посмотреть. На сцене русского драмтеатра комедия Зойкина Контора «Любить и быть любимыми» – заветная мечта, пожалуй, у каждого человека, но нередко стремление к личному счастью перечит финансовым амбициям. Главная героиня спектакля – Зоя, преуспевающая бизнес-вумен. Красивая, умная, ироничная и совершенно одинокая. Однако случайная встреча радикально меняет привычный суматошный ритм деловой девушки. Остается лишь один вопрос – сумеет ли героиня принять подарок судьбы и выйти из ситуации победительницей? На больших экранах история, знакомая с детства – «Король лев». Картина полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Каждый кадр фильма создан при помощи фотореалистичной графики, которую практически невозможно отличить от реальной съемки. Во всех кинотеатрах полуострова захватывающая комедия «Алиру Ли». Случайная встреча переворачивает жизнь с ног на голову. Именно это произошло с героями фильма. Однажды молодой таксист Цю подбирает пассажира, который оказывается полицейским. Сумеет ли водитель пережить опасное испытание и не потерять работу? Поклонникам вселенной Марвел покажут продолжение культового фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Событие разворачивается в Европе, куда Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы. Вот только отдыхать без происшествий у ребят вряд ли получится. Им предстоит раскрыть тайну существ, пытающихся разрушить континент. Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии Чемпионата мира по футболу звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар. На этот раз в сердце. Герой отправляется в Россию, где и встречает любовь всей своей жизни. Сегодня в кино шпионский остросюжетный боевик «Анна». Юная и привлекательная девушка очаровывает мужчин своей красотой. Но ее настоящая сила скрывается в несколько иных талантах. Под миловидной и очаровательной внешностью блондинки прячется профессиональный киллер. Для любителей острых ощущений – хитроумная комедия ужасов знаменитого режиссера Джима Джармуша. В маленьком американском городке что-то пошло не так. День погрузился во тьму, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня, лишь странные звуки. Ветер то и дело разносит по опустевшим улицам. Пережить эту ночь – главная задача полицейского ветерана и его молодого помощника. Так, Саш, признавайся. Есть ли у тебя какие-нибудь необычные, возможно, неординарные таланты и способности? Мне кажется, ничего такого вспомнить не могу, как бы сильно не хотелось. Ну смотри, у меня как минимум есть одна такая совсем удивительная. Во сколько бы я ни проснулся, и как бы рано я ни встал, и как бы заранее ни пытался выйти, я все равно немножко опоздаю. Не представляю, как я это делаю, но талант, как говорится, не потеряешь просто так. Ну или не пропьешь, но тем не менее я могу похвастаться в таком случае с противоположным каким-то талантом, не талантом. Я, по крайней мере, стараюсь никогда не опаздывать, а вроде как получается. За редким, редким исключением. Нет, я хочу сказать, что я тоже стараюсь никогда не опаздывать. Но вот мой талант заключается в том, что все старания пока что работают в ноль. Но есть таланты, поверьте, куда полезнее. Понимаешь, о чем я? Не понимаю, но уверена, что таких талантов очень много. Конечно, потому что есть один очень неординарный навык, который нарабатывает с упорным трудом, но все же потом, как говорится, помогает, а может быть и нет. Я говорю про скорочтение, и наш корреспондент Ольга Литвиненко побывала на курсах и узнала, как обучиться этому непростому делу. В наше время дефицит информации не проблема. А вот ее переизбыток напротив сбивает с толку. И все же есть люди, для которых прочесть книгу за ночь не фантастика, а самое обычное дело. Как утверждают специалисты, такой навык можно приобрести. Скорочтение – это прежде всего возможность сократить время получения информации, не потеряв при этом смысла. Существует множество методик. Одна из них – на концентрации внимания. Нияра – педагог-психолог по образованию. Занимается этой методикой всего два месяца. За это время прочитала столько книг, на которые раньше уходил целый год. Преподаватель уверена, что новые навыки помогут ей в работе. Я стала читать намного скорее. Ну и помимо этого еще предлагается ряд методик различных на развитие психических процессов. Память, внимание, мышление. Скорочтением занимаются как дети, так и взрослые. У Надежды двое сыновей – Юсуф и Рифат. В школу дети еще не ходят, но подготовка к учебе уже началась. Развитию мальчиков могут позавидовать некоторые первоклашки. Интересно, что посещение курсов изменило даже характер братьев. Детки стали более внимательными. Они хорошо стали запоминать все. Все, что им как бы стихи, да, там, чтение, когда слушают. Что касаемо там буквы, очень хорошо изучили. То есть мы где-то, если вместе мимо проезжаем, то они любое слово могут прочитать. Прокачать умственные способности, обогатить словарный запас, улучшить память. Большая часть упражнений направлена на развитие обоих полушарий головного мозга. О скорочтении мы говорим, когда ребенок или взрослый достиг техники чтения 200 слов в минуту. Ну, 180-200 слов в минуту вслух. Вот, тогда мы уже можем, кстати, и дети, даже начальной школы, достигая такого уровня, например, 3-4 класс, вполне могут дойти до такого уровня и переходить на уже техники скорочтения. Что тренируется, то развивается. При этом учиться скорочтению можно и дома. Нужно всего лишь регулярно заниматься. А именно много читать, выполняя при этом нехитрые упражнения. Не проговаривать про себя текст, расширять поле зрения и уметь выделять главную информацию. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Саша, смотрю на эту информацию. Саша, смотрю на эту красоту, скрытые утренним марьевом горы, леса, лесопосадки. И думаю, насколько же все-таки повезло жить в настолько зеленом месте. Симферополь действительно один из самых зеленых городов, если можно так сказать. Потому что с высоты этой площадки мы видим и убедились в этом, как никто. Да, и поэтому хочу сказать, что эту красоту нужно беречь тем более. Потому что она одна и другой такой у нас нет. Ну, об этом, я думаю, нам стоит поговорить с нашим гостем. Конечно, прямо сейчас и отправляемся. Потому что, как известно, пожарная безопасность – дело, ну, очень важное. Потому что случайно спичка брошенная где-то, возможно, стеклышка. Ну, мы знаем, как могут гореть леса. Потому что в прошлом году в Ялте, да, горели они. И на самом деле это очень серьезная ситуация, которой нужно быть готовым заранее. И вот как можно предотвратить такие ситуации, мы пообщаемся с нашим гостем. Здравствуйте. У нас Максим Грамотный, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Сегодня в гостях. Доброе утро. Здравствуйте. Как раз-таки лето обычно символизирует начало пожарно-опасного сезона. И как мы проводим профилактические работы, и как боремся с тем, чтобы все-таки люди поответственнее относились к нашим зеленым насаждениям? Вы правильно сказали. Ну, начало пожарно-опасного сезона у нас в Крыму вообще принято принимать даже не летом, а с апреля месяца. Именно с апреля месяца по Республике Крым объявлен пожарно-опасный летний сезон. И, как вы уже сказали, что началась методичная работа контрольно-профилактических групп. Среди населения, среди населенных пунктов. Этими группами мы постарались до начала летних отпусков охватить максимально возможное количество населенных пунктов, которые примыкают к лесным массивам, которые находятся в курортной зоне, туда, куда намечалось. И на данный момент уже пребывает очень много отдыхающих. Я хочу сказать, что на территории Республики Крым расположено 152 населенных пункта, которые граничит с лесными массивами, которые подвержены угрозе переходу лесных пожаров. Если будет такая чрезвычайная ситуация на территории Республики. Все 152 населенных пункта проверены органами Государственного пожарного надзора. Руководителям местных органов исполнительной власти вручены предписания с конкретными сроками до начала вот таких уже засушливых наших крымских летних дней. Указаны конкретные сроки по устранению выявленных нарушений. Оказана методическая помощь. Более того, я хочу сказать, что гарнизон пожарной охраны МЧС Республики Крым и Федеральной государственной противопожарной службы в конце апреля месяца провел масштабное учение с привлечением всех сил и средств единой государственной системы по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Туда были привлечены и представители Росгвардии, представители органов Министерства внутренних дел, представители лесного хозяйства. То есть мы отработали модели любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть на территории как курортного кластера, так и горно-лесного нашего местности. Всем мы прекрасно знаем, какой сложный ландшафт у нас на территории полуострова. То есть если вовремя не среагировать на возникшую чрезвычайную ситуацию, а именно на пожар, который по неосторожности, либо по каким-то природным явлениям может возникнуть в наших лесах крымских, то если вовремя не среагировать, мы можем просто-напросто упустить этот пожар, и за считанные минуты, часы может перерасти в большие, знаете, несколько десятков гектар площадя неконтролируемого горения. В придачу наша погода засушливая и ветреная. И крымская сосна летом, особенно в июле, в августе месяце, при большой засухе, становится очень быстро воспламеняемой. Маслянистая хвоя дает вот просто-напросто... Ну, очень быстро горит, да. ...очень благодатную почву до распространения огня. И с учетом нашего крымского сухого жаркого ветра, который меняется практически каждые полчаса, площади пожара, если вовремя не среагировать, могут приобрести просто катастрофические масштабы. А что касается жилых зон? Насколько я знаю, раньше была практика так называемых контролируемых пожаров, когда дачники, возможно, какие-то фермеры просто сжигали часть поля. Это запрещено. Вот какая ситуация сейчас вообще с соблюдением правил со стороны граждан? Ну, на данный момент со стороны Административного кодекса Российской Федерации по правонарушениям усилена ответственность наших граждан за сжигание как порубочных остатков, так и сухой растительности в неконтролируемых зонах. Более того, я вам хочу сказать, что уже на сегодняшний момент к административной ответственности за нарушение требований правил пожарной безопасности в населенных пунктах, на территориях привлечены порядка около 300 человек. То есть, помимо профилактических бесед, тематических занятий с населением, конечно же, к нерадивым гражданам привлекаются вот такие вот, знаете, административные меры, то есть наказываем и штрафами, вывешиваем черные списки тех населенных пунктов, которые игнорируют требования пожарной безопасности на сайте МЧС и Главного управления МЧС России по Республике Крым. Пытаемся всеми способами донести до населения тот фактор, что вот именно безалаберное, извините за такое выражение, может быть, безответственное отношение к открытому источнику зажигания, так огню, кострам, может повлечь за собой огромные ландшафтные пожары с переходом их как лесных, так и степных, с переходом их на населенные пункты или на объекты экономики. Поэтому основной упор вот именно вот на данный момент определяется на профилактическую работу. Мы не останавливаемся, контрольно-патрульные группы работают ежедневно, туда привлекаются, помимо сотрудников пожарной охраны, еще и представителей органов исполнительной власти, мы привлекаем добровольцев, то есть то часть населения, которое неравнодушно именно по проблемам безопасности. Мы, которые готовы просто мало того, что нас сами не поджечь ничего и предотвратить других, объяснить, что это нехорошо. И все-таки большое количество туристов едет на полуостров, летом, осенью, знаменитая Бабия Лето Крымская. Скажите, кто все-таки чаще всего является причиной различных возгораний? Это местное население? Ведь если мы можем выяснить, из-за чего произошел пожар, или все-таки люди, которые приезжают сюда, думают, а оно ни свое, ни жалко? Ну, вы знаете, нельзя так делить на местное население, либо гостей. Но вы правильно сказали, что где-то 90% причин возгорания в степях и в лесных массивах, к сожалению, это человеческий фактор. К сожалению. Все, что касается степных районов, здесь, конечно, больше вина за такое неосторожное обращение с нашей природой лежит, конечно, на местном населении. Ну, бытует такое поверье, что выжигая сухую растительность, даем возможность расти новые поросли. То есть те люди, которые занимаются домашним хозяйством, думают, что делают лучше, чтобы молодая поросль быстрее росла и... Ну, и земля поля обновлялась. Более обновлялась. Ну, это очень ошибочное мнение. Именно выжигание, вот именно такое бездумное выжигание нашей фауны влечет за собой большие экологические ущербы. То есть гибнут молодняк, гибнут птенцы, гибнут зайчата. Ну, знаете, это как страшная сказка сейчас рассказывать, но вот именно необдуманное действие с открытым источником зажигания – это местного населения. Ну, а пожары в лесных массивах, к сожалению, к сожалению, это, как бывает зачастую, такое же необдуманное действие, но диких, неорганизованных туристических групп. Да. Ну, что же, да, спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас был Максим Грамотный, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым. И мы вместе призываем гостей и жителей полуострова к повышенной отвертственности, особенно в пожароопасный сезон. Ну, а пока мы отправляемся, Саша, обратно, я предлагаю посмотреть подборку видео, на которых отчетливо видно, что бывает, когда отвертственность, в принципе, упущена и когда совершены опрометчивые поступки. Под Симферополем мотоциклист чудом выжил после столкновения с легковушкой. ЧП произошло на Николаевской трассе. По словам очевидцев, машина, поворачивая с поселка Фрунзе на трассу, не пропустила байкера, двигавшегося по главной дороге. В результате водитель двухколесного коня врезался в боковую часть авто. К счастью, все остались в живых. Пользователи соцсети обратили внимание на экологическую проблему в Ялте. Возле одного из домов на улице Сосновой постоянно сливают грязную воду с отработанными автомаслами. Местные жалуются, ежедневно приходится обходить зловонную лужу. Такая ситуация, возможно, могла сложиться из-за автобазы, которая находится рядом. Неприятный запах, переполненные мусорные контейнеры, прорванная канализация на набережной. А это уже Алушта. Местные жители обращают внимание не на самую лучшую картину, которая открывается туристам. В Ахчисарайском районе произошло ДТП с грузовиком. Последний наехал на бетонное ограждение. Что спровоцировало аварию? Непонятно. Остановка, которую надо обходить стороной. Об этом говорит не только надпись, сделанная карандашом на картонке, но и гордо висящая лента. Эти фото были сделаны на улице Чехова в Симферополе. В Крыму подростку унесло на каяки в открытое море. Родители сразу же обратились к спасателям. Найти девочку удалось Ивану Быкову и Андрею Липаю. На причале их встретил благодарный отец. Выставка репродукции картин Ивана Айвазовского открылась в Международном аэропорту Симферополь. Ее организовали в честь 200-летия мариниста. Увидеть копии полотен великого художника и его последователей можно будет до 20 августа. Ну а тем временем на просторах нашей летней столицы мдит просто безустанный страж, который не знает ни отдыха, ни покоя, потому что уж очень его волнует судьба всех зеленых насаждений. Да и не только, жители Симферополя тоже. Мне кажется, Александр Ткачев это именно тот человек, который всей душой болеет за этот город и переживает за него, как никто другой. Доброе утро, Саша. Доброе. Доброе утро, коллеги. Рад вас приветствовать этим солнечным утром. И хотя синоптики обещают сегодня дожди по всему Крыму, тем не менее пока что погода нас благословляет. И погода, собственно говоря, ясная, небо без облачка. Сегодня в Симферополе ожидается температура до 32 градусов тепла. Это довольно жарко и означает то, что необходимо защищаться от солнца. А людям, страдающим гипертонией, беременным женщинам и детям лучше в самое пекло, в зной, в полдень не выходить. По возможности, разумеется. Сегодня ожидается в Симферополе также юго-восточный ветер скоростью до 17 метров в секунду. А ночью температура будет довольно прохладная. И сегодня до 17 тепла ночью. Я нахожусь на набережной и все мои дальнейшие включения будут посвящены сегодня этому месту. Потому что, как мы знаем, наиболее злободневная тема – реконструкция Симферопольской набережной. Дорогие коллеги, передаю вам слово. С вами не прощаюсь и снова увидимся довольно скоро. На этом я заканчиваю. Спасибо, Саша. В любом случае, я уверена, что вот так как Саша переживает за эти улицы нашего города, за крымскую столицу, за то, чтобы здесь все цветло, пахло и развивалось, я таких людей знаю немного. Потому что настоящий патриот Симферополя – это он. Патриот Симферополя. Но, говоря о развитии, вспомнилась одна интересная новость. Существует технология, ну, скажем так, не метро, не поезд, а так называемая гиперпетля. Собственно, это перемещение пассажиров в капсуле по трубе с пониженным давлением. Технология разработана Ионом Маском, американским инженером и предпринимателем. Ну, в общем, оказывается, уже появились конкурентные компании у этого самого Иона Маска. И уже подписано соглашение с Удовской Аравией о том, что будут проводиться тесты данной системы. Так что вполне возможно, Саш, скоро, леток через 10, на работу будем добираться в капсулу. Села, и ты уже на работе. Пожалуйста, мне кажется, это просто, знаешь, какая-то картина из мира будущего, когда вот представляется такой постапокалиптический мир. Апокалиптический, но почему? А мне кажется, наоборот, мир прекрасного будущего. Знаешь, где ты сел в капсулу и со скоростью звука отправился прямо туда, куда тебе нужно. Ты представляешь, какое количество должно быть пути для этих капсул? Как они должны быть переплетены, чтобы вообще света белого видно не было? Либо это все должно быть под землей. Конечно, только под землей. И тогда оно будет просто как кроты. Нет, ну почему как кроты? Ну, хотя я хочу сказать, в больших городах, конечно, люди под землей проводят достаточно большое количество времени. Но призываю тебя не бояться технологии будущего. Тем более, что если мы хорошенько заглянем в прошлое, мы убедимся. Раньше было совсем по-другому, но мир меняется. Кстати, об этом прямо сейчас и поговорим. 30 июля 84 года назад в Великобритании выпустили первую книгу в «Мягком переплете». Идея создать картонную обложку родилась у сэра Аллена Лейна. Благодаря новому формату удалось не только снизить цену на печатную продукцию, но и увеличить ее тираж. 121 год назад американский врач Джон Харви Келлок изобрел кукурузные хлопья. Присытившись традиционным завтраком из жареного мяса, каши и яблочного пирога, Келлок вывел идеальную формулу приготовления утреннего перекуса и открыл собственное успешное производство. 30 июля в 1792 на улицах Парижа впервые зазвучала Марсельеза. 500 волонтеров добровольческого батальона прошли по улицам французской столицы и исполнили военный марш Рейнской армии. В дальнейшем песня, написанная композитором Клодом Жозефом Ружеде-Лилем, стала национальным гимном страны. В этот день, 157 лет назад, родился генерал русской армии Николай Юденич. Герой русско-японской войны в годы Первой мировой, не проиграв ни одного крупного сражения, получил прозвище Новый Суворов. За боевые заслуги награжден золотым оружием и орденами Святого Георгия 2, 3 и 4 степеней. 30 июля 251 год назад началось первое кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. В экспедицию он отправился на трехмачтовом корабле «Индевор» с командой из 84 человек. Путешественники провели в море три года. Все географические открытия Кук отмечал на картах. Его записи оказались настолько точными, что мореплаватели пользовались ими до второй половины XIX века. Ну и стоит быть готовым еще кое к чему, ждут нас еще одни перемены. То есть, если говорить подробнее, обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Денег» и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы в скором времени. И для этого нужно будет использовать банковский счет, либо предоставлять свои паспортные данные. Все это делается для борьбы с наркотиками и с преступностью, чтобы понимать, кто, куда, какие средства перечислил. И если куда-то они были в ненужное русло направлены, чтобы правоохранительные органы понимали, кто сделал тот или иной заказ неподобающий. Слушай, ну как прекрасно, что в принципе сейчас система немножечко становится более безопасной. И как хорошо, что за нас заранее и задолго знают, что кому нужно, что не нужно. А мне вот знаешь, что интересно в свою очередь. Существуют ли люди, которые до сих пор покупают ваучеры, знаешь, вот которые надо стереть монеткой? Существуют ли вообще такие ваучеры, мне интересно? Я не знаю, это было что-то невероятное, на самом деле, как приключение. Потому что вот эти трехкоды, ты стираешь, пытаешься набрать, увидеть номер, пополнить счет, потом где-то ошибаешься на одну какую-нибудь цифру, у тебя ничего не получается, ты не можешь ни деньги себе на счет перечислить. И самое главное взять и не перечислить их на счет какого-нибудь другого человека. И хорошо, когда человек окажется непонимающим, непонимающим, и взять, возьмет и вернет их тебе, перекинет обратно. Но чаще всего, как показывает практика, этого не происходит. Слушай, ну звучит прямо как нечто доисторическое. Просто, если честно, я сейчас вспоминаю этот процесс и понимаю, насколько же я древний динозавр. Просто берешь на свой смартфон и просто открываешь приложение своего клиент-банка, перекидываешь себе ту или иную сумму денег, и просто не нужно никуда ни идти, ни пополнять счет, ни ехать на маршрутке. А к тем, кто живет в сельской местности, нужно было ехать еще дальше. Нет, правда, знаешь, говорим прям вот подряд-подряд про какое-то прошлое. Чего говорить? Давай лучше тогда сюжет уже про него покажем. Сюжет про прошлое прямо сейчас. Ялта – один из самых популярных курортов России. Теперь сюда приезжают не только ради красивых видов, но и динозавров. Вымерших миллионы лет назад древних жителей можно встретить среди магнолий, секвой и кедров. Тут вполне реально столкнуться, например, со стегозавром. Поселился он в Нижнем Приморском парке ботанического сада. Он питался исключительно растительной пищей, поэтому в наше время для человека не представлял бы опасности. Единственное, что весил он 4,5 тонны. И таких обитателей здесь 15. Все они двигаются, моргают, машут хвостами и даже дышат. А еще рептилии обладают интеллектом, ведь реагируют исключительно на движение человека, чем и пугают посетителей. Он так зарычал неожиданно, и я испугалась немножко. Закричала в этот момент? Ну, чуть-чуть совсем. А можешь показать, как ты испугалась? Вот так. На территории парка есть песочница, в которой дети могут провести раскопки и почувствовать себя археологами. А какой тебе больше всего нравится динозавр? Антлозавр. Это какой? Он, у него шипы и булава. А почему он тебе нравится? Ну, а потому что он от хищников защищается. Эти обитатели парка, несмотря на возраст, с удовольствием общаются с посетителями и дают интервью. Дорогой ави-раптор, а вы утро нового дня смотрите? Каждый день, я так понимаю, не пропускает ни одного эфира. Даже 75 миллионов лет спустя динозавров интересует наша программа. Размеры роботов соответствуют предполагаемому росту их прототипов. Длина этого апатозавра почти 23 метра. Не заметить такого гиганта невозможно. Его видно не только со всех уголков парка, а и с моря. А им крымский климат подхотел бы в жизни, в реальности? Ну, похоже, что да. Вот они довольны стоят все. А это самый популярный динозавр. Один из крупнейших хищников за всю историю Земли. Даже находиться рядом с ним дискомфортно. К счастью, жил он 67 миллионов лет назад. Я думаю, многие узнают этого тираннозавра из фильма «Парк Юрского периода», учитывая, что эта фигура еще не в полную величину. Обратите внимание, что только нога выше меня. А можете представить, каким он был в реальности? Кажется, эти динозавры хорошо чувствуют себя в затерянном мире Ялты. Здесь можно встретить как травоядных, так и хищников. И даже изобретать машину времени не пришлось. С Алия Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Какой-то настоящий аттракцион, просто доисторический. Самому захотелось посетить какой-нибудь парк? Ну, мы можем парк попастить гораздо позже. А сейчас нам стоит пройти к нашим гостям, которые нас ждут. Конечно, тем более, что есть что обсудить по этому поводу. Да, потому как раз таки о парках, раз уж ты заговорил, мы с ними и поговорим. Но не о зеленых, не там, где насаждение, а о парках развлечения. Ну, само собой. Вообще, насколько безопасно сейчас развлекаться, да, особенно на полуострове, к чему это может привести, а главное, как все отследить, понять, работает, не работает. Мне кажется, это очень сложно. А нам, наверное, мы в этом подробнее расскажут. Доброе утро. Наталья Данечкина, заместитель главного государственного инженера и инспектора Республики Крым. И Кирилл Белунко, заведующим отделом регистрации надзора за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации аттракционной техники. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот безопасно ли сейчас идти и кататься на аттракционах в большинстве разных городов? Как вообще, вот, вот, инспектируют, да, наши инспекторы? И что выявляют? Все хорошо или не очень? Ну, следует начать с того, что инспекция гостехнадзора РКУ полномоченные органы осуществления регионального надзора за соблюдением правил эксплуатации аттракционной техники. То есть в это понятие включаются такие составляющие, как выдача ежегодного талона разрешения на эксплуатацию. То есть эксплуатант аттракционной техники перед началом эксплуатации обязан зарегистрировать ее в инспекции, получить талон разрешения. Перед тем, как инспекция гостехнадзора выдаст талон разрешения на эксплуатацию, она осуществляет такие мероприятия, как осмотр аттракционной техники, проверяет всю документацию наличествующую, то есть о техническом состоянии, имеются ли операторы, обученные на аттракционную технику, есть ли средства медицинской помощи, оказания первой. Ну, как бы, если переходить к ситуации, в общем, в Крыму, то есть она, так сказать, неоднородна. Где-то есть проблемные вопросы, где-то... Ну, в каких регионах самое большое количество проблемных вопросов? Ну, проблемные вопросы, все-таки, наверное, морские территории, приморские. Это ЮБК, либо... И больше туристов, стало быть, больше аттракционов пытаются разместить, правильно? Да. Ну, и как все-таки сделать так, чтобы, если уже и размещали, то вот прям максимально все было сертифицировано, чтобы максимально все было по документам, технически приспособлено, потому что, может быть, надо большее количество людей привлекать? Ну, мы со своей стороны регулярно проводим мероприятия, такие как превентивные, то есть на предупреждение, то есть разъяснительный характер, проводим рейдовые мероприятия, общаемся непосредственно. Если выявляются угрозы, то мы реагируем в части составления протоколов административных, то есть выдаем предписание на устранение. Ну, а также, конечно, большая была бы помощь нам, непосредственно от людей, которые их занимают. Ну, то есть если не видят нарушения, чтобы они сообщали нам инспекцию, конечно. И хотелось бы уточнить, что вот с начала года у нас проверено, да, в рамках предоставляя госуслуги 600 единиц аттракционной техники. То есть, естественно, весь самый главный поток выявляется у нас в курортный сезон, когда туристы приезжают, как вы сказали уже, да. Ну, цифра большая. Вот сразу в связи с этим вопрос из области инженерного ремесла. Как часто пытаются жульничать? Ну, знаете, там, возможно, детали неправильные, возможно, пытаются скрыть поломку, да? Вообще, встречаются ли недобросовестные эксплуататоры? Ну, сказать о технической составляющей нам тяжело, так как мы документацию, то есть здесь есть экспертные организации, которые проводят... Ну, вот циферки, они там часто себе другие рисуют. А, значит, они, да, они мало того, что где-то что-то меняют, они еще и циферки, да, могут, получается. Ну, на сегодняшний день не выявлялось такого. Все хорошо, все везде соответствует. Ну, как вам сказать, все что хорошо, сказать, что все 100% хорошо, так нельзя сказать, но... Ну, по сравнению с прошлым годом, ситуация в лучшую сторону изменилась или в худшую? Ну, опять же, стационарная аттракционная техника такая, которая располагается в парках, в торговых центрах, там, где она круглый год стоит, нам ее, во-первых, проще выявить, проще надзор осуществлять за такой аттракционной техникой. То есть там ситуация более или менее нормальная. А если уже брать курортный сезон побережья, пляжи, которые, там, условно говоря, тот же батут, он может разместиться в считанные минуты и не всегда проследишь за этим, какая-либо справа. А вот я как раз хотел спросить про так называемые стихийные аттракционы, да, что действительно встречается такая проблема, что предприниматели просто разворачивают где-то батут, возможно, я не знаю, комнату с шариками детскую, и просто, когда едут специалисты, чтобы проверить или, возможно, поговорить, да, его сдувают и быстренько на другую сторону. Да, к сожалению, есть такая проблема у нас, да. Ими как правильно? Не пользоваться вообще, да, то есть не поощрять такую деятельность со стороны граждан? Хотелось бы призывать граждан, которые пользуются аттракционной техникой, чтобы они перед началом все-таки требовали у эксплуатанта наличие талона разрешения на эксплуатацию. То есть это является гарантией того, что аттракцион проверен, что имеется документация соответствующая, что обученный персонал его обслуживает. Ну и давайте, наверное, объясним гражданам, которые берут, разворачивают такую деятельность, незаконную, без соответствующих документов, чем это для них чревато, какими денежными суммами? Ну, в соответствии с республиканским законом об административных правонарушениях, на нерадивых эксплуатантов, то есть на физических лиц, на индивидуальных предпринимателях это от 10 до 20 тысяч штраф. Это одинак, да, вот один протокол? Да, да, да. И на юрлицо от 40 до 50 тысяч. То есть раз пришли, второй день пришли, третий день пришли к инспектору, и уже работаешь себе в минус, а потом разворачивать не захочется. Да, но мы тем временем будем надеяться, что в первую очередь граждан, которые используют такие вот, да, скажем так, опасные аттракционы, будут останавливать ответственность общественная и гражданская, а не страшный штраф, потому что если ты не хочешь навредить своему ближнему, то, я думаю, тебя не нужно пугать не надзором. У всех есть дети, я иногда говорю. Да, совершенно верно, поэтому большое спасибо. У нас была Наталья Данечкина, заместитель главного государственного инженера, инспектора Республики Крым, и Кирилл Белунко, заведующий отделом регистрации надзора за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации аттракционной техники. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. А я хочу сказать, что если попробуете попрыгать на, скажем так, батуте, который не прошел проверку, то легко можете стать героем нашей следующей рубрики. Но это если ситуация закончится комично, конечно. Поэтому будьте внимательны, а лучше просто сами посмотрите и убедитесь. Когда в лесу закончилась еда, бурый медведь в поисках пропитания нанес визит работникам рыбоперерабатывающего завода. Поначалу мужчины не заметили косолапого, но секунду спустя сознали опасность и начали паниковать. Зверь к тому времени успел благополучно скрыться. Видимо, у мохнатого реакция получше. Возможно, холод морозильной камеры слегка повлиял на активность персонала. Все же встреча с диким животным может привести к неожиданным последствиям. Неловкая ситуация в Уральском университете. Один из студентов был так близок к исполнению своей мечты – фотографии с президентом. Но этому не суждено было случиться. А все потому, что не стоит забывать – девушек надо пропускать вперед. Его упущение было быстро исправлено небольшой рокировкой. Истории бывают разные. Но в этот раз со счастливым финалом. Под руководством мамы утки спасатель профессионально и заботливо вытащил птенцов из ливневой канализации. Коллега пожарного зафиксировала процесс освобождения на видео. Пернатый родитель оказался недоволен затянувшейся спасательной кампанией и решил поторопить человека. К счастью, обошлось без взаимных обид. Когда взял ношу не по себе. Грузовик, перевозивший экскаватор, потерял управление и покатился вниз. Сначала большой груз повалился на бок, а потом из его кузова выпал железный пассажир. Удивленные работники еще долго наблюдали зрелищный спуск землеройной машины с горы. Возможно, тяжеловес просто устал и решил прилечь отдохнуть. Хорошо, что никто не пострадал. Профессионал в деле. Водитель на красном Ламборджини ловко проскочил под прицепом грузовика, как в лучших фильмах Голливуда. Таким образом, экстремал не только избежал ареста, но и подверг опасности себя и окружающих. За любым зрелищным трюком стоят годы подготовки и тренировок. Возможно, работников полиции привлек слишком яркий цвет авто. А может, это была звезда фильма «Форсаж», у которого они хотели взять автограф. Опасная работа. Вражда собак и почтальонов – история не новая. Возможно, пушистый охранник не разделяет любовь хозяина к интернет-магазинам. А может быть, лучший друг человека просто недоволен качеством работы службы доставки. Уж слишком долго он ждал посылку у порога. В любом случае, такой теплый прием запомнится девушке надолго. Закидывай и подсекай. Опытный рыбак поспешил прийти на помощь. Молодой человек помог девушке достать ключи из канализации с помощью рыболовных снастей и лески. Ловкость рук и никакого мошенничества. Главное, героиня довольна. Теперь можно и на уху в гости позвать. Ох, вот даже не знаю, хочу пожаловаться тебе или похвастаться, но... Давай хвастайся лучше. Ну, а это, знаешь, два в одном, как очень вкусная мороженка. Два в одном. Поэтому я вот не знаю, уже в том возрасте, когда для меня лучшим аттракционом является просто прогуляться по красивому месту, выпить, возможно, чего-нибудь теплого, возможно, чего-нибудь холодного в зависимости от сезона и пообщаться. Вот зачем ты с утра, пока говоришь о какао вкусном, омаре, мороженки, ведь до этого всего еще нужно добраться. А как-то угадала, что какао, мне интересно. Я не говорил слово какао, но думал какао. Не знаю, но топло вкусное. Потому что уже ведущие чувствуют друг друга. И точно так же я чувствую, что все-таки один член нашей команды все-таки удосужился и пошел прогуляться по скором, живописному и красивому месту. Я говорю про нашего мобильного корреспондента Александра Ткачева. Давайте посмотрим, как обстоят дела на набережной. Доброе утро, крымчане, доброе утро, коллеги. И как я и говорил, я продолжаю рассказывать вам о набережной. Ведь на самом деле сегодняшнее солнечное и погожее утро лучше начать с прогулки. А лучшего места, чем наша набережная, наверное, в Симферополе сложно сыскать. Давайте посмотрим, что же происходит сейчас здесь. Я вчера имел честь пройтись по набережной довольно подробно и все разузнать. Итак, мы видим, что в некоторых местах сняли плитку. Надо отметить, что работы идут поэтапно. В некоторых местах плитку только сняли и укладывают сейчас гранитное ограждение. В других местах уже многое готово. То есть установлено и чугунное ограждение, и уложена новая красивая плитка. Давайте мы сейчас пройдем к тому месту, где есть уже готовые, так сказать, участки. Итак, здесь мы видим, еще идут работы. Буквально вчера эти плиты были положены. Нужно сказать, что эти плиты оригинальные. Они остались от прошлой набережной. Их отполировали, почистили. Они выглядят абсолютно как новые. Итак, мы подходим к мосту под улицей Шмидта. Итак, под мостом уже почти полностью готово. Мы видим, что уложена она согласно проекту. То есть здесь мы видим два вида мощения. Это искусственный камень под серый гранит и черный лабрадоид, которым сделана вот такая вот брусчатка с краю. А вот этот участок возле шахматного дома, клуба шахматистов, уже почти полностью готов. Мы видим чугунное ограждение, которое абсолютно в прекрасном состоянии. Оно местами полностью заново изготовлено. Кое-где старые элементы были восстановлены. Но в целом здесь видно, что чугун абсолютно новый, еще даже блестит. Полностью уложена плитка. И сейчас формируется бортик, подпорная стеночка небольшая. Мы видим, что здесь уже уложили красный гранит. Эта кладка называется брехчая. Такой вот тип кладки камня. Скоро здесь будет установлена скамейка и можно будет сидеть. Ну а вот эти вот провода говорят о том, что будут установлены еще и фонарные столбы, которые будут освещать набережную. Этот участок практически полностью готов. И сейчас мы видим на противоположной стене идут работы по восстановлению бетонного русла. Надо сказать, что со временем бетон был разрушен и местами просел. Поэтому, чтобы восстановить его, было решено сделать швы, замазать, забетонировать трещины и покрыть все гидрофобным раствором, который потом будет защищать бетон от дальнейшего повреждения. В общем, работы на набережной идут полным ходом. И обещают, что к концу августа плитка будет уложена по всей длине. Так ли это, в общем, мы посмотрим, случится ли это. Но, тем не менее, сейчас работы идут полным ходом. Уже сейчас вышли первые рабочие, которые готовы восстанавливать нашу набережную. Ну что ж, будем с нетерпением ждать, когда же вновь набережная украсит наш город. Коллеги, вам слово. Я завершаю, передаю его вам. И к вам еще довольно скоро вернусь. Саша, сидим здесь на высоте, ну, 16-18 этажа, да, приблизительно, потому что крышу, я не знаю, можно ли считать этажом. И мимо нас пролетают чайки. Настоящие, живые. Я вот думаю, что Симферополь как-то, ну, не совсем место для чайки, как у меня. Я сама вот удивляюсь, уже второй день, почему так много чайок здесь летает. Но, тем не менее, чему еще я удивляюсь, так это тем, как Таня Балыкина умеет ходить по дворам и выяснять, как там дела на придомовых территориях. Ну, вот подробнее об этом, наверное, расскажет сейчас она сама. Продолжение следует... Помните дизайнерских лебедей из покрышек, которые, возможно, обитают и в вашем дворе. Теперь украшательство палисадов официально поддерживается администрацией крымской столицы. В течение пяти месяцев в Симферополе выбирали самые красивые патио. Власти Симферополя объявили победителей городского конкурса «Лучший цветник» клумба «Газон зеленая зона», который проводился среди территориальных общественных самоуправлений. Победителей пять, среди них и двор дома на Толстого-2. Заправляет зеленым хозяйством здесь Татьяна Харунжий. Благодаря ее трудам обыкновенный постсоветский двор с каждым днем становится все приветливее. Женщина в прямом смысле слова не жалеет рук. А кто всем этим занимается? А всем этим занимается дом, люди, жители. От мала до велика. Энтузиазм поддерживается и городскими властями. В рамках проекта «Комфортная городская среда» коммунальные службы привезли плодородную землю для высадки растений, установили лавочки. Озеленение ждет и двор по адресу Матезалки-25, также получивший признание мэрии. Обитатели дома новому титулу рады, но мечтают немного о другом. Приятно, но все же нужно хотя бы поменьше мусора и побольше площадок. У нас здесь очень много мамочек с детьми. Двор дома на Залевской 81 – один из победителей городского конкурса. Зеленую зону здесь устроили местные жители. Все, что смогли, облагородили самостоятельно. Помогали даже дети. Это в свободное время они играют на детской площадке. Но когда нужно, собираются дружной компанией и наводят порядок вместе со взрослыми. Каждый год у нас проводится субботник. Мы красим площадку, подметаем. Мы очень хотим, чтобы у нас было во дворе очень много деревьев. Одним словом, все, что могли сделать своими руками, горожане сделали. Осталась самая главная и сложная – новая дорога и тротуары. И тут без помощи коммунальщиков не обойтись. Я, например, хожу с палочкой. Если я буду ходить и без палочки, то я вообще здесь упаду. А посмотрите, какие лужи. Всему свое время, обещают власти, благоустройство придомовых территорий в Симферополе идет полным ходом. Заедут асфальтоукладчики и в этот двор. Но инициативу жильцов никто не отменял. Чистота и порядок во многом зависит от тех, кто живет в доме. Татьяна Балыкина, Олег Бойко, Сергей Козырь. Утро нового дня. Ну а на часах уже ровно в 8.00 самое время заварить вкусный чай, либо кофе. И уже собираться выходить из дома, пока на улицах, на дорогах нет большого количества опробок. Пока их можно объехать и успеть добраться на работу вовремя, что немаловажно. Но я тем временем хочу вас обрадовать. Пока вы завариваете вкусный чай, возможно, режете вкусный хлеб, мажете сверху вкусное масло, мы, конечно же, будем в эфире еще целый час. У вас уже час мы были и еще час будем вещать в прямом эфире на телеканалах Первый Крымский, Крым24. Специально для вас. Ну что, постараемся зарядить вас вот бодростью, потому что посмотрите, где мы находимся. Это какая высота птичьего полета, видно панораму всего Симферополя. И будем рассказывать вам все самое интересное. С вами в эфире Артем Андроновский, Александр Корнович. Мы находимся на крыше жилого комплекса. Сейчас, как сказал Артем, ну, наверное, для бодрости стоит добавить немного новостей. Начнем с фермерских новостей про земледелие. То есть все мы знаем, что вырастить корову задача непростая, еще сложнее ее прокормить, а еще сложнее потом продать это мясо, реализовать его на рынке сбыта. И тем не менее, в Джанкойском районе небольшие хозяйства решили объединить свои усилия для продвижения продукта от поля до прилавка. И в чем польза такой кооперации, выяснила Евгения Довжик. Виктор Байчук пасет коров на протяжении трех лет. В работу втянулся, нашел с животными общий язык. Такого сложного у меня еще нет. У меня же 500 старых, до 300 телят, может, чуть больше, и телок, может, штук 200. Ну, так привыкал потихоньку, ну, привык. И если для Виктора это все же работа, то для Михаила дело всей жизни. Первых мясных коров фермер завез на полуостров еще 6 лет назад с Украины. Знает все породы буренок, но мечтал об одной. Приобретены на тот момент в южная местная порода в Асканийский тип, в Асканино, в Херцгольской области. Потому что тогда на Украине не было гирефордского скота, кстати, племенного. И уже с приходом Российской Федерации, уже в 2015 году, уже мы все-таки, появилась возможность перейти на гирефордскую породу. В отличие от молочных коров, эти животные не подпускают к себе чужаков и к людям привыкают постепенно. Гирефорды – выносливые животные, приспособленные к любым природным условиям. Они легко переносят длительную перегонку и ценятся во всем мире в первую очередь, потому что из мяса этой породы готовят самые вкусные мраморные стейки. Стадо Михаила увеличилось до 700 голов, но реализовать готовую продукцию – это совершенно другой уровень. Поэтому фермеры объединились в кооператив. В его составе сегодня 12 хозяйств. Общими усилиями смогли сформировать собственную кормовую базу. Есть вся техника необходимая для заготовки кормов, в том числе и сенаж в обаковке. Мы, по-моему, единственные в Крыму, кто использует именно эту технологию. Специальный скоростной обмотчик, стреч-пленка, то есть высокобелковый корм, люцерновый сенаж, хранится с 98% сохранности. Сейчас кооператив участвует в проекте на получение грантовой поддержки для дальнейшего развития производства мраморной говядины. Плюсы такого фермерского сотрудничества оценивают и местные власти. Это, конечно, дополнительные рабочие места, потому что будет кооперация, ну, наши крымские кооперативы настроены на закрытый цикл производства продукции, поэтому это планируется создание как и убойного цеха, переработки продукции, и, конечно же, торговые места, так называемые фермерные стационарные торговые объекты. Инициативу развития кооперации поддержал и глава республики Сергей Аксенов во время встречи с фермерами Джанкойского района. По его мнению, такой проект нужно взять за основу и распространить по всей территории Крыма. Евгений Адовжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Джанкойский район. Знаешь, необычно жить на полуострове, потому что у нас есть фермы не только вот в полях, как обычно представляется, а еще и морские настоящие, с соленой водой, и там выращивают морепродукты. Да, и у нас далеко не одна акваферма, и сейчас я тебе расскажу, что, между прочим, увеличивается не только потребление морепродуктов, но и их производство. В том числе, в первую очередь, это устрицы. В 2019 году за первое полугодие удалось вырастить гораздо больше устриц, чем за весь год 2018-го. Ну, мы так понимаем, что, во-первых, они спросом пользуются, а во-вторых, там выращивают не только устриц, но и мидии. Но подробнее в этом вопросе уже разобралась и расскажет Анастасия Соснина. Михаил Фальковский работает водолазом на медийно-устричной ферме в бухте Ласпи. Для него морские моллюски – это большая семья, состояние и здоровье которой он проверяет каждый день, погружаясь в море. Я только что проверил устрицы. Устрицы находятся в отличном состоянии, растут, питаются. На этой линии находится порядка 25 садков вот таких вот с устрицами. Всего в бухте Ласпи предприятие имеет пять таких линий. В каждом садке около ста моллюсков. Для того, чтобы вырасти их до нужных размеров, необходимо 3-4 года. Выращивают здесь и мидии. За ними тоже нужен глаз да глаз. Вот 2,5 метра она идет вниз. Осмотр моллюсков производят не только в море, но и на суше. Детенышами устриц являются вот такие спаты. Каждые 2-3 месяца их достают с моря и проверяют, отбирая среди них мертвые. Сейчас им полгода. После помещают в специальные сети и погружают на глубину 8 метров. Ежедневно предприятие добывает от 50 до 100 килограммов морепродуктов. После чего устрицы и мидии проходят ветеринарную проверку. Ставим устрицы в аквариум с ультрафиолетом, чтобы они очищались от всех грязных веществ. Здесь оно находится 2 сутки, 12 часов минимум находится, при температуре плюс 4 градуса. После на сутки помещают в холодильник для доставки в специальные термоящики. Для производства на полуострове мидии завозить не надо, а вот с устрицами ситуация иная. Мы завозим французский спад диплоидный и триплоидный. Отличие в нем в том, что диплоид это устрица, которая имеет способность нереститься, то есть развиваться. Триплоид это устрица, которая не нерестится, зато ее можно кушать круглый год. А в Крыму в летний сезон очень много потребляется и мидии устрицы. Все остальное время мы работаем на континент. Крымские деликатесы пользуются спросом не только на местном рынке, но и в соседних регионах на юге России, в столице и Санкт-Петербурге. Стоимость одной устрицы в зависимости от размеров составляет от 70 до 150 рублей, а килограмм мидии – 170. Гурманы утверждают, что крымская устрица по своему вкусу нежнее из-за низкой солености в море. Но, как говорится, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Действительно очень вкусные. Но несмотря на изысканное качество производства и спрос, предприниматели аквакультуры сталкиваются с трудностями, преодолеть которые помогают госпрограммы. У нас предусмотрены меры государственной поддержки порядка 5 миллионов на этот год. Мы компенсируем понесенные затраты до 50%. Например, на покупку кормов, компенсация 50% на оборудование, на малек. Благодаря господдержке предприниматели намерены и дальше увеличивать объемы производства, а также поставку на рынок не только живых моллюсков, но и мяса мидий в упаковке. Анастасия Соснина, Александр Бухтияров, Новости 24, Севастополь. Утром и удивляешься. Стоит утренняя марева, легкая прохлада, роса на листиках. Знаешь и думаешь, ну неужели день будет холодным, может быть свежим, дождливым. А потом, как всегда, погода приходит в тонус. А это значит, я думаю, что природе тоже нужно проснуться. Ну, в первую очередь разогнаться во вторую. Но, тем не менее, если честно, слегка не хватает какого-нибудь освежающего ветерка. Вот лично мне, мне бы хотелось, чтобы сейчас была погода слегка более ветреная и, может быть, чуть более прохладная. Ну, не знаю, Саш, я тебе хочу сказать, что на высоте 16 этажа свежающего ветерка мне совсем не хочется, потому что рубашка у меня достаточно парусная. А я достаточно легкий, ну, по парапланингам я не занимался еще, да. Я думаю, что мы думаем, как тебя здесь оставить, может быть, гирю к ноге или... А может быть, знаешь, можно просто заранее вот взять, посмотреть прогноз погоды и уже успокоиться, знать, что мы в абсолютной безопасности. Что я прямо сейчас и предлагаю сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а что можно придумать во вторник в 8 часов утра, например, можно спланировать, как провести вечер. Ну, как думаешь, как бы ты провел свой вечер в разгар лета, во вторник, когда завтра в среду тебе на работу? Так, закрывай глаза и представляй. Пустая прямая трасса сквозь наши прерии, куда-нибудь к морю, а рядом в руке держишь бокальчик, безалкогольного, конечно же, за рулем, мохито. Дело в том, что ты не пьешь, в принципе, алкоголь, поэтому у тебя либо какао, либо мохито. Да, но это не значит, что не принимаю в дар, вот, поэтому... И ты едешь куда-нибудь к морю, ну, играет расслабляющая музыка, что-нибудь для серфинга, возможно, а сзади лежит доска. Слушай, рассказала, прямо вижу сценарий фильма, ну, даже не сценарий, а раскадровку фильма какого-нибудь. Мне кажется, Артем всех нас так готовит к тому, что он скоро станет режиссером. Я обещаю тебе, что я приду на твои первые фильмы однозначно, вот прям сто процентов, даже если он будет самым неудачным в мире, хотя я уверена, что будет все по-другому. Но главное, что ты это упомянула, спасибо, а я не могу не упомянуть, что прямо сейчас вы можете сходить в кинотеатры и посмотреть другие фильмы более коммерчески успешных режиссеров, но, кстати, чего я рассказываю, смотрите сами. На сцене русского драмтеатра комедия Зойкина Контора «Любить и быть любимыми» — заветная мечта, пожалуй, у каждого человека, но нередко стремление к личному счастью перечит финансовым амбициям. Главная героиня спектакля — Зоя, преуспевающая бизнес-вумен. Красивая, умная, ироничная и совершенно одинокая. Однако случайная встреча радикально меняет привычный суматошный ритм деловой девушки. Остается лишь один вопрос — сумеет ли героиня принять подарок судьбы и выйти из ситуации победительницей? На больших экранах история, знакомая с детства — «Король лев». Картина полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Каждый кадр фильма создан при помощи фотореалистичной графики, которую практически невозможно отличить от реальной съемки. Во всех кинотеатрах полуострова захватывающая комедия «Алиру Ли». Случайная встреча переворачивает жизнь с ног на голову. Именно это произошло с героями фильма. Однажды молодой таксист Цю подбирает пассажира, который оказывается полицейским. Сумеет ли водитель пережить опасное испытание и не потерять работу? Поклонникам вселенной Марвел покажут продолжение культового фильма «Человек-паук. Вдали от дома». Событие разворачивается в Европе, куда Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы. Вот только отдыхать без происшествий у ребят вряд ли получится. Им предстоит раскрыть тайну существ, пытающихся разрушить континент. Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии Чемпионата мира по футболу звезда получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар. На этот раз в сердце. Герой отправляется в Россию, где и встречает любовь всей своей жизни. Сегодня в кино шпионский остросюжетный боевик «Анна». Юная и привлекательная девушка очаровывает мужчин своей красотой. Но ее настоящая сила скрывается в несколько иных талантах. Под миловидной и очаровательной внешностью блондинки прячется профессиональный киллер. Для любителей острых ощущений – хитроумная комедия ужасов знаменитого режиссера Джима Джармуша. В маленьком американском городке что-то пошло не так. День погрузился во тьму, домашние животные убегают в лес, по радио играет одна и та же песня. Лишь странные звуки – ветер то и дело разносит по опустевшим улицам. Пережить эту ночь – главная задача полицейского ветерана и его молодого помощника. Ну и мы только сегодня говорили с нашим гостем, что нужно беречь природу, нужно беречь наши леса. И не только леса, но и поля в первую очередь. Потому что сейчас как раз таки очень часто случаются те ситуации, когда горит стерня, допустим, как это недавно было в Раздольнинском районе. И крымские спасатели за минувшие выходные потушили уже 12 возгораний сухостоя. Как за прошедшие как раз таки выходные привлекли большое количество сотрудников к ликвидации этих возгораний. И более того, что горело больше 10 гектаров. Знаешь, я вот просто так задумался, ты говоришь, ситуации. Я думаю, сухое поле, сырники сухие, фермеры, спички, что же может пойти не так? Но дело в том, что очень часто бывает дорого обработать землю. Конечно, я и говорю, да, к этому и веду, что на самом деле. Но если бы граждане, которые пытаются таким образом, да, вот немножечко очистить поле к следующему засебу, читали бы немножко больше литературы, они бы знали, что это скорее опасно и скорее вредительство, чем помогать. Что это достаточно первобытный способ справляться с проблемами. И сейчас уже у нас есть другие. Я понимаю, фермеры, люди занятые, времени мало. Специально для них, кстати, наверное, и существует сухочтение, я хотел сказать, скорочтение. А вот что это такое? Что это такое, узнавала Оля Литвиненко. Она мало того, что узнала, что это такое, она еще и научилась так читать. В наше время дефицит информации не проблема. А вот ее переизбыток, напротив, сбивает с толку. И все же есть люди, для которых прочесть книгу за ночь не фантастика, а самое обычное дело. Как утверждают специалисты, такой навык можно приобрести. В скорочтении это, прежде всего, возможность сократить время получения информации, не потеряв при этом смысла. Существует множество методик. Одна из них на концентрации внимания. Нияра, педагог-психолог по образованию, занимается этой методикой всего два месяца. За это время прочитала столько книг, на которые раньше уходил целый год. Преподаватель уверена, что новые навыки помогут ей в работе. Я стала читать намного скорее. Ну и помимо этого еще предлагается там ряд методик, различных на развитие психических процессов. Память, внимание, мышление. Скорочтением занимаются как дети, так и взрослые. У Надежды двое сыновей, Юсуф и Рифат. В школу дети еще не ходят, но подготовка к учебе уже началась. Развитию мальчиков могут позавидовать некоторые первоклассники. Интересно, что посещение курсов изменило даже характер братьев. Детки стали более внимательными. Они хорошо стали запоминать все, что им стихи, чтение, когда слушают. Что касаемо буквы, очень хорошо изучили. То есть мы где-то, если вместе мимо проезжаем, то они любое слово могут прочитать. Прокачать умственные способности, обогатить словарный запас, улучшить память. Большая часть упражнений направлена на развитие обоих полушарий головного мозга. О скорочтении мы говорим, когда ребенок или взрослый достиг техники чтения 200 слов в минуту. Ну, 180-200 слов в минуту вслух. Вот. Тогда мы уже можем... Кстати, и дети, даже начальной школы достигают такого уровня. Например, 3-4 класс вполне могут дойти такого уровня и переходить на уже техники скорочтения. Что тренируется, то развивается. При этом учиться скорочтению можно и дома. Нужно всего лишь регулярно заниматься. А именно много читать, выполняя при этом нехитрые упражнения. Не проговаривать про себя текст, расширять поле зрения и уметь выделять главную информацию. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Саша, с другой стороны, знаешь, бывает, пройдешься по летнему полю. Ну, вот этот шум цикад и прочее. А потом, как увидишь змеиную норку со змеиной головой. И вместо проходочки она превращается быстро в полет. Да, 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 совершенно верно. История реальная. Я сейчас не шучу. Было совсем недавно. И вот в тот момент, буквально на секунду, проскользнула плохая мысль. Все-таки, может быть, правильно, знаешь, что с этими полями происходит. Ну, конечно, неправильно. А вот что делать с опасными животными, которые там водятся? И опасны ли они? Прямо сейчас поговорим с гостем. Давай. Да, на самом деле, у нас как раз-таки эксперт сегодня в этом вопросе. Но об этом чуть позже. Огромное количество сейчас жалоб появляется в социальных сетях, в интернете на то, что людей пугают змей, пауки. Но змей и стало больше. Вот как говорят симферопольцы, как говорят горожане, так ли это? Или на них стали просто внимание обращать, знаешь? Вот тоже очень может быть. А пауки опасны? Или вообще, ну вот прямо сейчас, собственно говоря, и выясним. Доброе утро. У нас в гостях сегодня Сергей Леонов, доцент кафедры зоологии и экологии КФУ, кандидат биологических наук. Ну, Сергей, я думаю, что вы знаете, что сейчас как раз-таки в соцсетях в первую очередь обсуждают то, что, мол, в городе появилось гораздо больше змей. И они даже иногда нападают на людей. Ну вот правда ли это, если появились? Может быть, это ужи какие-нибудь обычные или все-таки ядовитые? И появились ли самые интересные, да? Ну, они не то, что появились, они всегда были. Вот. Просто, ну, может быть, из-за того, что местообитание сейчас начинает немножечко беспокоить. Это вот как раз Валгир, да? Ну да, скорее всего. Насчет ядовитых, в Симферополе их вряд ли реально встретить. Вот в естественных условиях. Ну, гадюку мы не встретим в Симферополе? Нет, я думаю, что это мало очень вероятно. Если что кто-то привезет специально. То есть могут кусать, ничего страшного, да? Бояться не стоит. Или все-таки укус даже ужа может привести к каким-то последствиям? Там, заражение, может быть? Ну, нет. Речь идет о том, что вот можно поцарапаться, допустим, об гвоздь, об шуруп, еще об что-нибудь. То есть это такая... Ведут ли они себя здесь более агрессивно? Или наоборот, они человека боятся и стараются вот не лезть? Они в любых обстоятельствах человека боятся. И, кстати, вот вы говорили насчет нападения змей на людей. Мне кажется, вот судя по тем фотографиям, которые я видел в соцсетях, наоборот, нападения людей на змей происходят чаще и страдают от этого змеи исключительно. То есть это такая картина, когда человек увидел змею, решил палкой ее от себя откинуть, и она просто защищается, грубо говоря? Ну да, лучший способ это просто не трогать эту змею, если вдруг вам удалось ее увидеть. Чаще всего змеи раньше замечают человека приближающегося и стараются избежать этой встречи. То есть прогуливаясь по лавандовому полю, скажем так, с благими намерениями, ясное дело, можно не бояться шуршающих в траве змей, они не тронут тебя, если случайно не наступят. Они шуршат от вас, скорее всего. От вас, да? То есть, хорошо, а то, что я рассказывал ситуацию с полетом над полем, да, я почему-то думал, что они шуршат ко мне. Был искренне верно. Хорошо, змеи, понятное дело. Главное, чтобы от тебя шуршали только змеи, Артем. И в прямом переносном, да, но если говорить про пауков, ситуация, насколько я понимаю, немножко опаснее, потому что у нас есть и тарантул, и каракурт, да, как вот дела обстоят с ними? Ну, тарантул, в принципе... Тоже, да? Ну как, у него укус болезненный, но не смертельный. Каракурт, да, вот он представляет смертельную опасность. Бывали случаи, когда человек умирал от укуса каракурта, вот в отличие от змеиных укусов. Какова вероятность быть укушенным каракуртом, допустим, в парке, в каком-нибудь из парков Симферополя? Ну, думаю, тоже не очень большая. Ну, может быть? Ну, исключать никогда ничего нельзя. Ну, если кто-то принесет, да, в коробке каракурта положит на бабушку. Нет, мне кажется, все-таки подходят эти места для их мест обитания? Ну, они... Вы знаете, что некоторые пауки по осени начинают летать вместе с паутинкой, да, перемещаться на довольно большие иногда расстояния. Тут многое зависит от ветра. Умышленно или сушленно? Это способ распространения такой. Передвижение, да? В принципе, занести таким способом может паука достаточно далеко от тех мест, где он сконцентрированно, так скажем, обитает. То есть мы сейчас успокаиваем горожан, говорим о том, что не стоит бояться змей, и что большинство этих фотографий, где выкладывают, что змея напала на человека, это все либо фейк, либо это все-таки человек сам спровоцировал такую ситуацию? Да, ну, люди чаще сами нападают. Змея обычно шипит, вот стараясь, вот как собака начинает лавить на вас, вы же не бежите за лопатой, чтобы ее порубить на части. Вот это примерно похожая ситуация. То есть змея шипит для того, чтобы напугать и чтобы самой спастись в этом мире. А потом мы резко говорим, не бойтесь, змеи не опасны, и пауки умеют летать. С добрым утром они перемещаются по городу, но все-таки полагаю, что те же самые тарантули и каракурты не любители селиться в чешских домах, правильно? Ну, разумеется, да. Ну, это уже звучит, на самом деле, как хорошие новости, поэтому, друзья, запоминаем, что главное не нападать первым и дать животному просто идти своей дорогой, не трогая, не смущая его и себя и окружающих, в том числе, не пугая. И не разводить панику среди населения. Да, за консультацию, да. Большое спасибо Сергею Леонову, доценту кафедры зоологии и экологии КФУ, кандидату биологических наук. Теперь будем знать, как себя вести, по крайней мере, не так сильно и быстро бегать, и бояться. Но я хочу сказать, что, в принципе, на самом деле, ситуации бывают разные. И в прошлом происходило много чего интересного. Конечно, не всегда связано с такими вот необычными и опасными событиями. Но все же стоит учитывать опыт, чтобы вот на настоящее время понимать, как себя вести. Собственно, как у нас и произошло с меми. Поэтому наша следующая рубрика специально для вас. Самые знаменательные события, которые произошли этого же часа в прошлом. 30 июля 84 года назад в Великобритании выпустили первую книгу в «Мягком переплете». Идея создать картонную обложку родилась у сэра Аллена Лейна. Благодаря новому формату удалось не только снизить цену на печатную продукцию, но и увеличить ее тираж. 121 год назад американский врач Джон Харви Келлок изобрел кукурузные хлопья. Присытившись традиционным завтраком из жареного мяса, каши и яблочного пирога, Келлок вывел идеальную формулу приготовления утреннего перекуса и открыл собственное успешное производство. 30 июля в 1792 на улицах Парижа впервые зазвучала Марсельеза. 500 волонтеров добровольческого батальона прошли по улицам французской столицы и исполнили военный марш Рейнской армии. В дальнейшем песня, написанная композитором Клодом Жозефом Ружеде-Лилем, стала национальным гимном страны. В этот день, 157 лет назад, родился генерал русской армии Николай Юденич. Герой русско-японской войны в годы Первой мировой, не проиграв ни одного крупного сражения, получил прозвище Новый Суворов. За боевые заслуги награжден золотым оружием и орденами Святого Георгия 2, 3 и 4 степеней. 30 июля 251 год назад началось первое кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. В экспедицию он отправился на трехмачтовом корабле «Индевор» с командой из 84 человек. Путешественники провели в море три года. Все географические открытия Кук отмечал на картах. Его записи оказались настолько точными, что мореплаватели пользовались ими до второй половины 19 века. Ну, в отличие от пауков, наши мобильные корреспонденты перемещаются при помощи автомобилей, а не паутины. Хотя, ну, ладно. Мне кажется, ты про того мобильного корреспондента, который сам неплохо разбирается в биологии. О, в биологии, в ботанике. А главное, что сейчас он занимается ревизией Александра Невского, между прочим. Да, находится прямо там, смотрит, что же там происходит с достройкой, с ремонтом. Поэтому прямо сейчас предлагаю поздороваться. Александр Ткачев, Саша, доброе утро еще раз. Доброе утро. В самом разгаре. Прямо сейчас я нахожусь в центре города Симферополя, на улице Александра Невского. Именно это место наиболее активно обсуждается в социальных сетях. И я сейчас поясню, почему. Дело все в том, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» В этом году две улицы Карла Маркса и Александра Невского, а также еще другие 13 улиц, принято решение капитально отремонтировать. Но, согласно проекту, который обнародован на сайте государственных закупок Симферопольской администрации, предполагается снос более 300 деревьев для расширения проезжей части. Разумеется, такая информация вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. И Симферопольцы очень недовольны. Давайте посмотрим по сторонам. Действительно, вокруг нас потрясающие платаны. Им около 50 лет, почти полвека. Это немало. Такие платаны, безусловно, украшения нашего южного города. Стоит отметить также то, что действительно в Крыму лето очень жарко. И тень от деревьев это то, что охлаждает. То есть, если на солнце иногда асфальт нагревается до 70 градусов, то в тени деревьев сохраняется очень удобная, комфортная температура до 25. Поэтому деревья нам необходимы. Разумеется, повторюсь, снос этих деревьев вызвал бурное обсуждение. На что отреагировала государственная, Симферопольская администрация, в частности, глава города Наталья Маленко. И она заявила, что деревья не пострадают. Проект будет пересмотрен. Платаны не пострадают. Можно и процитировать ее слова. Она сказала о том, что лично будет отстаивать каждое ценное здоровое дерево. Но стоит отметить также то, что помимо этих потрясающих, абсолютно здоровых, великолепных платанов, в Симферополе на этой улице растут и другие неценные породы деревьев, к тому же больные. Я имею в виду такие породы, как, например, клен ясенелистный, который внесен в черную книгу растений Российской Федерации. Дело в том, что это дерево опасно для здоровья человека. Оно быстро заболевает, изгнивает и обрушается на голову горожан и автомобилям. Поэтому такие деревья, которые больные, которые неценны, они, возможно, и будут убраны. Повторюсь, что на этих центральных улицах на данный момент произрастает более 300 деревьев, почти 350. После пересмотрения проекта будет срублено около 20 всего лишь. Повторюсь, это будут больные и некачественные деревья, то есть противопоказанные для городского озеленения. Так что не стоит раньше времени поднимать панику. Симферополь будет, как и прежде, зеленым. И Наталья Моренко сказала, повторюсь, что за каждое дерево она будет лично сражаться. Более того, скажу, что в скором времени, осенью, стартует озеленение Симферополя. Это коснется самых зеленых зон города, набережной в частности. И за каждое срубленное дерево будет посажено два новых. Так что переживать, дорогие друзья, не стоит. Симферополь, я думаю, в ближайшем времени станет, как и прежде, в советские годы, одним из самых зеленых городов нашей страны. Коллеги, передаю вам слово. С вами не прощаюсь. Вернусь к вам в следующем стриме уже в конце этого часа. Ну, а пока Саша Ткачев исследует центр крымской столицы, раскрывает его секреты. Я знаю, что несколько секретов и новинок для себя открыла и Салия Салямова. Только сделала это не в Симферополе, а в Ялте на ЮБК. И, ну, как это было, и что бы она хотела показать, рассказать, расскажет, я думаю, уже сама Салия. Ялта – один из самых популярных курортов России. Теперь сюда приезжают не только ради красивых видов, но и динозавров. Вымерших миллионы лет назад древних жителей можно встретить среди магнолий, секвой и кедров. Тут вполне реально столкнуться, например, со стегозавром. Поселился он в Нижнем Приморском парке Ботанического сада. Он питался исключительно растительной пищей, поэтому в наше время для человека не представлял бы опасности. Единственное, что весил он 4,5 тонны. И таких обитателей здесь 15. Все они двигаются, моргают, машут хвостами и даже дышат. А еще рептилии обладают интеллектом, ведь реагируют исключительно на движение человека, чем и пугают посетителей. Он так зарычал неожиданно, и я испугалась немножко. Закричала в этот момент? Ну, чуть-чуть совсем. А можешь показать, как ты испугалась? Вот так. На территории парка есть песочница, в которой дети могут провести раскопки и почувствовать себя археологами. А какой тебе больше всего нравится динозавр? Антлозавр. Это какой? Он, у него шипы и булава. А почему он тебе нравится? Ну, а потому что он от хищников защищается. Эти обитатели парка, несмотря на возраст, с удовольствием общаются с посетителями и дают интервью. Дорогой ави-раптор, а вы «Утро нового дня» смотрите? Каждый день, я так понимаю, не пропускает ни одного эфира, даже 75 миллионов лет спустя. Динозавров интересует наша программа. Размеры роботов соответствуют предполагаемому росту их прототипов. Длина этого апатозавра почти 23 метра. Не заметить такого гиганта невозможно. Его видно не только со всех уголков парка, а и с моря. А им крымский климат подходил бы в жизни, в реальности? Ну, похоже, что да. Вот они довольны, стоят все. А это самый популярный динозавр. Один из крупнейших хищников за всю историю Земли. Даже находиться рядом с ним дискомфортно. К счастью, жил он 67 миллионов лет назад. Я думаю, многие узнают этого тираннозавра из фильма «Парк юрского периода», учитывая, что эта фигура еще не в полную величину. Обратите внимание, что только нога выше меня. А можете представить, каким он был в реальности. Кажется, эти динозавры хорошо чувствуют себя в затерянном мире Ялты. Здесь можно встретить как травоядных, так и хищников. И даже изобретать машину времени не пришлось. С Алия Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Вот так по-настоящему отдых для всей семьи. Знаешь, собраться туда и муашек свозить, посмотреть на то, как выглядят эти огромные существа. Выглядели, конечно. Хорошо, что нам не приходится видеть, как они выглядели раньше в истории, в реальной жизни. Поэтому, особенно те, которые, знаешь, такие хищники, именно лютые, ярые. Но, с другой стороны, лучше мы обсудим уже с нашим следующим гостем более приятные вещи. И абсуальные, что самое главное. Да. Ну, в гостях у нас сегодня Михаил Афанасьев, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым. И, насколько мы знаем, он как раз-таки может нам рассказать о том, насколько изменились выплаты и детские пособия. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Увеличились, да? Насколько я знаю, как раз-таки сейчас выплаты по детским пособиям, да? И выплаты по детским пособиям у нас увеличились. И сегодня ведется активная работа по внедрению новых мер социальной поддержки семьям, имеющих детей, направленных на улучшение демографической ситуации в Республике. На второго, третьего ребенка увеличились или на первого в том числе? На сегодняшний день у нас в исполнении указа президента 204-го в Республике осуществляется выплата на первого ребенка. Данная выплата у нас выплачивается из средств исключительно федерального бюджета. Претендовать на данную выплату могут семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок и является гражданином Российской Федерации. Данная выплата на сегодняшний день у нас выплачивается в размере прожиточного минимума на ребенка, установленную во втором квартале прошлого года. На сегодняшний день эта выплата составляет 10 с небольшим тысяч, выплачивается ежемесячно. Претендовать на данную выплату могут семьи со среднедушевым доходом ниже величины полторакратной прожиточного минимума. Это порядка 15 тысяч на человека. Это если общий доход в семье? То есть это если общий доход в семье менее, порядка 45 тысяч. Выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет. Выплата назначается изначально на год, потом граждане обращаются с назначением на оставшиеся 6 месяцев. Может быть назначено в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка, если люди обращаются в органы труда и социальной защиты, то выплата назначается с рождения ребенка. В случае, если прошло более чем 6 месяцев с момента рождения ребенка, то выплата будет назначаться с момента обращения. А где можно оформить эти выплаты? Данные выплаты оформляются в органах труда и социальной защиты по месту жительства граждан. На сегодняшний день в каждом муниципальном образовании у нас имеется управление или департамент труда и социальной защиты. В данном случае предоставляется заявление с пакетом документов, в который должно входить документы, удостоверяющие личность заявителя, документы, подтверждающие рождение ребенка, родственные связи, что это непосредственно ребенок заявителя, реквизиты, куда необходимо данную выплату перечислять. В принципе все. Осуществляется назначение, сведения о доходах семьи еще, поскольку данная выплата, так скажем, зависит от дохода семьи. Как я уже сказал, полтора прожиточных минимума дошевого населения. Все. Выплата назначается на год изначально, как я сказал, и в последующем может быть продлена до полтора года. А осуществляется ли какой-то контроль того, куда выплату в итоге направляют родители ребенка? То есть идет ли она во благо ребенка или возможно какие-то странные затраты? Родители распоряжаются данной выплатой по своему усмотрению, поэтому каких-либо предоставлений отчетов о потраченных деньгах здесь нет. Это не как с материнским капиталом, да? Совершенно верно. Также в республике у нас осуществляется выплата на третьего или последующего ребенка. Здесь финансирование осуществляется за счет как средств федерального бюджета, так и средств республиканского бюджета. Критерий нуждаемости здесь повышен до с двух с половиной прожиточных минимумов, то есть на каждого члена семьи. Это опять же более 120 тысяч. То есть если у нас как минимум три ребенка в семье плюс родители, это пять членов, то есть более 120 тысяч доход. Это очень большой, то есть под данную выплату подпадает большее количество заявителей, то есть практически нет отказов именно по основанию, что доход превысил установленную величину до с половиной. Размером прожиточных минимумов. Выплачивается опять же ежемесячно до трех лет и назначается с момента обращения, с момента рождения, если люди обратились позже, то можно вернуться на полгода назад, в отличие от пособия на первого ребенка. То есть чтобы выплатили те деньги за последние полгода, которые они еще не получили, да? Если они позже обратились. То есть если родился третий ребенок, а родители пришли через пять месяцев за данным пособием, то мы выплатим с момента рождения. Если пришли через семь месяцев, то мы отодвинемся на шесть месяцев назад и выплатим за вот эти шесть месяцев. То есть уже не с момента обращения, а за последние прошедшие полгода и до достижения ребенка трех лет. И вот что немаловажно, по пособию при рождении первого ребенка, что сейчас рассматривается законопроект на федеральном уровне о повышении до двух прожиточных минимумов критерия нуждаемости. Сейчас у нас полтора, будет два. То есть большее количество получателей сможет попасть под данную выплату. Спасибо вам большое. Спасибо за такую разъяснительную беседу, полезную для очень многих семей. А у нас в гостях был Михаил Афанасьев, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым. Да, знаешь, молодые семьи, между прочим, сидят в социальных сетях, делятся своей семейной жизнью, выкладывают фотографии, возможно, видеозаписи, но иногда туда попадает и кое-что интересное. Все это мы собираем в отдельную подборку, которую прямо сейчас вам и покажем. Под Симферополем мотоциклист чудом выжил после столкновения с легковушкой. ЧП произошло на Николаевской трассе. По словам очевидцев, машина, поворачивая с поселка Фрунзе на трассу, не пропустила байкера, двигавшегося по главной дороге. В результате водитель двухколесного коня врезался в боковую часть авто. К счастью, все остались в живых. Пользователи соцсети обратили внимание на экологическую проблему в Ялте. Возле одного из домов на улице Сосновой постоянно сливают грязную воду с отработанными автомаслами. Местные жалуются, ежедневно приходится обходить зловонную лужу. Такая ситуация, возможно, могла сложиться из-за автобазы, которая находится рядом. Неприятный запах, переполненные мусорные контейнеры, прорванная канализация на набережной. А это уже Алушта. Местные жители обращают внимание не на самую лучшую картину, которая открывается туристам. В Ахчисарайском районе произошло ДТП с грузовиком. Последний наехал на бетонное ограждение. Что спровоцировало аварию? Непонятно. Остановка, которую надо обходить стороной. Об этом говорит не только надпись, сделанная карандашом на картонке, но и гордо висящая лента. Эти фото были сделаны на улице Чехова в Симферополе. В Крыму подростку унесло на каяки в открытое море. Родители сразу же обратились к спасателям. Найти девочку удалось Ивану Быкову и Андрею Лепаю. На причале их встретил благодарный отец. Выставка репродукции картин Ивана Айвазовского открылась в Международном аэропорту Симферополь. Ее организовали в честь 200-летия мариниста. Увидеть копии полотен великого художника и его последователей можно будет до 20 августа. А в Международном аэропорту Симферополь открылась выставка репродукции картин великого мариниста Ивана Айвазовского в честь его 200-2-летия. Там сейчас можно увидеть картины не только Ивана Айвазовского, но и его последователей. Чтобы посетители могли их посмотреть, они могут либо приехать в аэропорт до 20 августа, либо, может быть, кого-то встретить заодно, совместить, так сказать, приятное с полезным или вообще куда-то улететь. Главное, обязательно вернуться, потому что где, как не в Крыму, стоит провести свой отдых летом. Да, знаешь, хотел еще сказать, либо пройтись, потом вспомнил, где находится аэропорт, посчитал приблизительно и понял, что... Ну, как бы не вариант вообще. Нет, вы, конечно, пройтись можете, но не уверен, что вам потом будет докартин. Ты знаешь, когда ты притешь, и ты просто садишь на самолет и улетишь домой. Ну, а если выбрать другой какой-нибудь транспорт, например, велосипед? Вот, знаешь, велосипед прекрасный. Единственное, конечно, немножко не хватает велосипедных дорожек. Вот с ними было бы совсем замечательно, по крайней мере, безопасно. Ну и, конечно, автомобилистам стоит поучиться уважать велосипедиста, особенно если тот едет по всем правилам. Ну, очень часто бывает такое, что не пропускают, но, тем не менее, насколько я знаю, я общалась с знакомыми в Симферополе, кстати, мотоциклистов, велосипедистов пропускают гораздо чаще, чем в любых других городах нашего полуострова. Даже приобщалась с сотрудниками ГИБДД, которые мне рассказывали, что как-то здесь у нас это все происходит покультурнее. Видимо, больше просто велосипедистов и мотоциклистов и относятся к ним с большим пониманием. Ну да, и тем более, аж крябывать не так удобно все эти куски металла, поэтому и краска сбивается. Поэтому, я думаю, что лучше уже пропустить, знаешь, чем оказаться правым, но, скажем так, не в самой удобной ситуации. И вот, почти 9 часов вечера, вы можете вместе с нами уже слушать шум сирены проезжающих полицейских, видимо, автомобилей. Уже мы слышим гул города, город просыпается, вот большее количество машин, мы видим пешеходов, которые медленно, не спеша, а может быть даже спеша, просто не подавая виду, уже отправляются по своим делам. Ну, а у нас тем временем не без новостей, потому что, хочу заметить, вот Саша правильно сказал, прошу, наверное, вам не так хорошо слышно, но Симферополь вновь приобретает свою вот эту самую будничную суматоху. Просто еще неделю назад, когда все, видимо, были в отпусках, уезжали на море, я как-то раз включался, как сегодня включался Александр Ткачев и рассказывал, что время пробок, а город пустой. Ездить на машине сплошное удовольствие, я уже молчу про велосипед ранее упомянутый, но сейчас, судя по тому, что вот мы буквально отсюда видим, автомобилей становится, ну, побольше, хочу сказать. Так что, выезжайте заранее. Я вам про пробки сегодня рассказывать не буду, я, конечно, высоко сижу, далеко гляжу, но не так отчетливо все вижу. Поэтому выезжаем заранее, берем просто с собой все необходимое, а лучше даже выходим и идем пешком по все еще летнему, все еще теплому Симферополю, потому что опаздывать, как известно, нехорошо. Да, главное, чтобы все это понимали и не опаздывали, потому что не гоже заставлять других ждать, да, Артем? Нет, ну, знаешь, да, иногда, конечно, можно и подождать и простить ситуацию любую, возможно, если есть на то причина, да, правильно, спасибо вам большое. Это были совершенно не намеки на то, что Артем Лерновский опаздывает периодически, но мы сейчас говорим также о том, что сейчас самое время зарядиться хорошим настроением, чтобы начать свой день правильно, начать свой день бодро, потому что не существует то, не той ноги, с которой можно встать. Существует просто то настроение, да, которое вот вы с утра берете, заряжаетесь и дальше идете по будню вместе с ним. Главное задать себе вот это самое хорошее настроение, о котором говорит Артем, и именно с ним уже и работает легче, и дышится лучше, и вообще краски приобретают совершенно новые оттенки. Ну, а чтобы, может быть, вам немножко помочь в том, как приподнять это настроение, мы подготовили специальную подборку видеоматериалов из интернета. Когда в лесу закончилась еда? Бурый медведь в поисках пропитания нанес визит работникам рыбоперерабатывающего завода. Поначалу мужчины не заметили косолапого, но секунду спустя осознали опасность и начали паниковать. Зверь к тому времени успел благополучно скрыться. Видимо, у мохнатого реакция получше. Возможно, холод морозильной камеры слегка повлиял на активность персонала. Все же встреча с диким животным может привести к неожиданным последствиям. Неловкая ситуация в Уральском университете. Один из студентов был так близок к исполнению своей мечты – фотографии с президентом. Но этому не суждено было случиться. А все потому, что не стоит забывать – девушек надо пропускать вперед. Его упущение было быстро исправлено небольшой рокировкой. Истории бывают разные, но в этот раз со счастливым финалом. Под руководством мамы утки спасатель профессионально и заботливо вытащил птенцов из ливневой канализации. Коллега пожарного зафиксировала процесс освобождения на видео. Пернатый родитель оказался недоволен затянувшейся спасательной кампанией и решил поторопить человека. К счастью, обошлось без взаимных обид. Когда взял ношу не по себе, грузовик, перевозивший экскаватор, потерял управление и покатился вниз. Сначала большой груз повалился на бок, а потом из его кузова выпал железный пассажир. Удивленные работники еще долго наблюдали зрелищный спуск землеройной машины с горы. Возможно, тяжеловес просто устал и решил прилечь отдохнуть. Хорошо, что никто не пострадал. Профессионал в деле. Водитель на красном Ламборджини ловко проскочил под прицепом грузовика, как в лучших фильмах Голливуда. Таким образом, экстремал не только избежал ареста, но и подверг опасности себя и окружающих. За любым зрелищным трюком стоят годы подготовки и тренировок. Возможно, работников полиции привлек слишком яркий цвет авто. А может, это была звезда фильма «Форсаж», у которого они хотели взять автограф. Опасная работа. Вражда собак и почтальонов – история не новая. Возможно, пушистый охранник не разделяет любовь хозяина к интернет-магазинам. А может быть, лучший друг человека просто недоволен качеством работы службы доставки. Уж слишком долго он ждал посылку у порога. В любом случае, такой теплый прием запомнится девушке надолго. Закидывай и подсекай. Опытный рыбак поспешил прийти на помощь. Молодой человек помог девушке достать ключи из канализации с помощью рыболовных снастей и лески. Ловкость рук и никакого мошенничества. Главное, героиня довольна. Теперь можно и на уху в гости позвать. В рамках реализации проекта здравоохранения в Крыму намерены закупить буквально сотни единиц техники. Общей суммой на 1,2 миллиарда рублей. Ничего себе. И на что? Это что будет техника какая-то, да, непосредственно? Конечно. Это будут медицинские изделия, оборудование разного уровня. То есть, ну, все для того, чтобы поднять медицину на более высокий уровень, чтобы она была более доступной, более комфортной. На самом деле, одной из самых приятных картин, я считаю, когда выезжаешь в Симферополь, проезжаешь мимо клинической республиканской больницы имени Симашко, которая строится, ну, не можешь не восторгаться, потому что равнодушно, мне кажется, остаться невозможно. Да, конечно, место не самое приятное, где хотелось бы побывать. И ни в коем случае вообще, наверное, не хотелось бы. Но когда ты понимаешь, что вот достроиться и ждешь, и это грандиозное сооружение, которого здесь очень не хватало, и какие средства на это затрачены, сколько усилий, сколько людей там будет работать. Главное, чтобы уже это рабочее место обеспечили рабочими кадрами. Знаешь, действительно, я вот так думаю, проезжаешь мимо и думаешь, как хорошо, вот бы никогда не посмотреть поближе, знаешь, потому что переживаешь, действительно, здоровье это очень важно. Но стройка просто грандиозная. Конечно, этот масштаб отрицать крайне сложно. Но что хочется сказать, что здоровье, между прочим, залог продуктивности. И поэтому, в первую очередь, утро должно быть, вот мы постоянно говорим, бодрым, веселым, активным. Но, помимо всего прочего, оно должно быть здоровым. Поэтому настаиваю. Только приятный, полезный, здоровый завтрак. Только полезная и совершенно невредная информация с утра, которую мы стараемся вам давать. А главное, конечно же, залог любого здоровья. Это хорошее самочувствие психологическое. То есть вот вышли во двор, знаешь, посмотрел, тут яблони растет, тут вот соседи радуются, дети играют. Особенно если сам посадил своими руками какой-нибудь цветочек у себя во дворе или просто прибил где-то досочку, чтобы забор был ровнее. Но как раз таки вот Татьяна Балыкина, ей удалось пообщаться с теми людьми, которые вот так вот душой переживают за свой двор и пытаются его облагородить. Превращать улицы и дворы в арт-объекты во многих европейских странах стало традицией. Например, в Кордове на юге Испании ежегодно проходит фестиваль патио. В течение двух недель обычно скрытые от посторонних глаз внутренние дворики открывают для всех желающих. Традиция украшать придомовую территорию существует и в нашей стране. Только вспомните дизайнерских лебедей из покрышек, которые, возможно, обитают и в вашем дворе. Теперь украшательство палисадов официально поддерживается администрацией крымской столицы. В течение пяти месяцев в Симферополе выбирали самые красивые патио. Власти Симферополя объявили победителей городского конкурса «Лучший цветник» клумба «Газон зеленая зона», который проводился среди территориальных общественных самоуправлений. Победителей пять. Среди них и двор дома на Толстого-2. Заправляет зеленым хозяйством здесь Татьяна Харунжий. Благодаря ее трудам обыкновенный постсоветский двор с каждым днем становится все приветливее. Женщина в прямом смысле слова не жалеет рук. А кто всем этим занимается? А всем этим занимается дом, люди, жители от мала до велика. Энтузиазм поддерживается и городскими властями. В рамках проекта «Комфортная городская среда» коммунальные службы привезли плодородную землю для высадки растений, установили лавочки. Озеленение ждет и двор по адресу МАТ-Залки-25, также получивший признание мэрии. Обитатели дома новому титулу рады, но мечтают немного о другом. Приятно, но все же нужно хотя бы поменьше мусора и побольше площадок. У нас здесь очень много мамочек, гуляя с детьми. Двор дома на Залевской 81 – один из победителей городского конкурса. Зеленую зону здесь устроили местные жители. Все, что смогли, облагородили самостоятельно. Помогали даже дети. Это в свободное время они играют на детской площадке, но когда нужно, собираются дружной компанией и наводят порядок вместе со взрослыми. Каждый год у нас проводится субботник. Мы красим площадку, подметаем. Мы очень хотим, чтобы у нас было во дворе очень много деревьев. Одним словом, все, что могли сделать своими руками, горожане сделали. Осталась самое главное и сложное – новая дорога и тротуары. И тут без помощи коммунальщиков не обойтись. Я, например, хожу с палочкой. Если я буду ходить без палочки, то я вообще здесь упаду. А посмотрите, какие лужи. Всему свое время, обещают власти, благоустройство придомовых территорий в Симферополе идет полным ходом. Заедут асфальтоукладчики и в этот двор. Но инициативу жильцов никто не отменял. Чистота и порядок во многом зависит от тех, кто живет в доме. Татьяна Балыкина, Олег Бойко, Сергей Козырь. Утро нового дня. Утреннее. Солнце постепенно набирает мощь, превращаясь в полуденное. А это значит, что часы близятся к девяти. А это значит, что нам с Артемом пора прощаться. Но мы обязательно вернемся к вам завтра. А на сегодня желаем хорошего дня и хорошего настроения. Александр Корнович, Артем Андроновский. Пока-пока. До завтра. Субтитры подогнал Игорь Негода.